Парень виноват, но мы сейчас же с ней не с парнем разговариваем. Вы парень, что ли? Да? А? Не ее? А, вы как этот тот кот, которого поймали, да? На сале, да, или на сыре. То есть, вы как бы... Вы попались, да, просто? А, я понял. Вы такая же, как он? Такой же, как она, да? Он живет с ней? Это девушка или жена? Это же разные вещи, понимаете? Я уже сто раз вам объяснял анекдот, что Петька пришел в новой шубе Василь Ивановичу. Василь Иванович говорит, слушай, что за шуба? Я, говорит, видел, там какой-то мужчина лежал на улице в этой шубе. Ты случайно не украл ее? Он говорит, нет, я не украл, просто он в ней запутался, я его еле распутал. Вы просто разберитесь в понятиях, понимаете, девушка, жена, потому что это разные вещи. Вот, гражданский брак, сколько вы жили? А, хорошо, я понял. Все, спасибо вам за помощь. Нет, я еще не закончил сейчас. У меня два сразу, потому что он не выдержал, и теперь я с двумя сразу общаюсь. Я не могу бросить обоих. У меня такая ситуация. три года, это значит, что она ваша жена. За то, что вы ее бросили, будете отвечать. Отношения не получаются, ничего не значит. Можно жить раздельно и молиться об отношениях, чтобы они получились. Это ложь. Люди не могут жить вместе, если они не любят друг друга. А всегда любовь означает, что она идет всегда в одну сторону. Не бывает, что в две стороны шла. Один человек дающий дает любовь, а другой принимает. Обычно бросает тот, кто дает любовь. Когда человек пользуется любовью, другой, он как бы чувствует счастье в отношениях. Тот, кто дает, он учится в этих отношениях жертвовать собой. Это и есть любовь. Она всегда имеет такую природу, что кто-то дает, потом они меняются местами, и тот начинает давать, а этот принимает и так далее. Вы разберетесь со всем, молодой человек. Вы пока плаваете, понимаете, вы очень сильно думаете, что вы правильно все делаете. Вам надо разобраться с судьбой, со своей жизнью. Что вы сделали, как? У вас дети есть? Нет? Нет? Это уже получше. Поймите, что вам надо со всем разобраться сначала. Когда вы поймете, что вы не правы, вы не правы на 100% в этой ситуации. Вам надо раскаяться, иначе у вас будет невесело в семейной жизни. Потому что вы будете встречаться с девушками и не сможете их приближаться к ним. Потому что у вас сейчас какая ситуация в жизни? У вас из сердца идет жар такой, разрушающий семейную жизнь. Это мужчинам всегда так дается, который бросают жену. Этот жар не дает возможности приблизиться к женщине. Вы находите человека быстро себе, а удержаться с ним не можете. Так сейчас в вашей жизни происходит? Ну вот когда начнете искать, такое будет. Я вижу ваше сердце, чувствую его. Вам надо раскаяться сначала в том, что произошло. Она ждет вас или нет? Но она хочет дальше отношения или... А, то есть шуба еще на месте, да? Шуба на месте еще, да? Они вам не нужны, но ничего страшного. Они вам станут нужны примерно через года-два. У вас сейчас такой период идет, что он заставляет вас разрушить свою семью и потом хлебать последствия. И вы уже приняли решение разрушить, но пока еще не разрушили. Надо их сохранить. Да нехорошо, ничего не спасибо, вы ничего не поняли. Первое, что вы должны понять, это то, что надо чуть дистанцироваться от нее и искать счастье в духовной практике, заботиться о ней. В этой заботе, потому что она сейчас вам служит, а вы принимаете служение, становитесь гордым. Вам надо начать о ней заботиться, вы увидите много хорошего в ней. Понимаете, она очень талантливый человек. Вы менее талантливый, чем она. Ей Бог много чего дал. Так или нет? Ну, о, все мы, какой замечательный у нас. Все мы тут боги. Хорошо. Учитесь. Вот видите, она из вас сделал... Слушайте сейчас, слушайте меня, да, раз вы начали выступать. Выступать. Она сделала из вас Бога. Вы очень гордитесь собой, мой хороший. Я не смогу вам давать никаких советов сейчас, потому что вы принимать не можете. И за ее любовь наполнила вас вот этой гордостью, и вы сейчас в ней варитесь. Понимаете? Вам надо выйти из этой гордости, начать ей служить, заботиться о ней, увидеть в ней чистоту. Она очень хороший человек, я чувствую этого человека, она очень талантливая. У вас меньше талантов. Она очень разумная. У вас меньше разума, к сожалению. Вот. Вам надо просто сейчас понять, что Бог вам дал хорошего человека. Что любовь – это не то, что вы думаете. Вы хотите наслаждаться ей, думая, что это любовь. Любовь возникает из служения человеку. Из этого служения выходит ощущение чистоты в человеке. Эта чистота завораживает сердце, и это приводит сначала к уважению, а потом к верности в отношении. У вас нет даже первой стадии, потому что вы сейчас просто хотите наслаждаться, и я не можете. Из-за этого вы страдаете. Надо ей служить, заботиться о ней. И первое, что в служении сделать – это просто сказать. А у нас эхо не может уйти, да? Это просто так зал устроен? Да. Ну ладно, что тут сделать-то. Первое в вашем служении, первое, что нужно сделать – это просто успокоить ее, сказать, что все будет хорошо, я от тебя не брошу. Вы увидите этого человека со временем и оцените его. А что касается любви, то если вы ее бросите, вы окажетесь в ее ситуации, раз вы этого хотите, все поменяется местами. То есть вы будете любить человека, а он вас любить не будет. Ну вот еще раз окажетесь, потому что вы сейчас провоцируете развод, разрушение отношений. Во-первых, надо жениться. Расписаться нельзя, как жить с женщиной. Это в грех, понимаете, не расписано. Надо расписаться с ней, и она тогда станет раскроется, как цветок. Понимаете? Во-вторых, это сразу отдаст вам возможность и лучше почувствовать, понять. Во-вторых, надо понять, что всегда начало отношений такое, что любовь одного из двух перевешивает. А именно не любовь, а кто-то дает энергию любви, кто-то принимает. Это всегда так. И тот, кто дает, он всегда гордится собой. А тот, кто принимает, всегда очищается, становится лучше в отношениях. Вам надо пересилить судьбу, начать ей служить, заботиться о ней. И тогда вы будете достойным семейной жизни. Сейчас, пока вы не достойны. Вы очень гордитесь собой, считаете себя лучше, чем она и так далее. Хотя это ошибка, заблуждение. Она очень хороший человек. Немного качества хорошего. Вам себя надо пожалеть сейчас. Чего вам ее жалко? Вы же неправильно живете, а не она. Она все делает правильно, у нее больше преимуществ. Она в вас люблена, у нее есть много возможностей развиваться, у вас нет. Вам себя надо жалеть. Вы неправильно живете, неправильно ведете, неправильно действуете. Вам надо научиться служить и пересилить волю вот этой вот судьбы. А чтобы мы выходим, не хватило мест? Места есть свободные. А, я понял. Спасибо вам, что вы меня выслушали. Не просто было слушать. Ситуация сложная, строгая. У нас, к сожалению, уже вопросы должны быть закончены. Нет. Нет. Десять минут уже. Он любит вас, а вы терпите то же самое, что и у молодого человека. И что? Как выйти из отношений? А зачем из них выходить? Нет. Надо начать служить Ему. Я же сказал, молодой человек. Так он и поэтому и выпивает, что он не чувствует любви к себе. Вам надо начать служить Ему, заботиться о Нем. Он почувствует любви, успокоится, перестанет выпивать. Так, ну, надо заботиться о Нем. Значит, надо начать жить раздельно, ставить условия. Это тоже забота. Строгость является заботой, очень важной. В разных странах живете. Не меняется, не перестает пить. Надо ставить сроки. Ставить срок, в который вы его еще ждете и даете ему шанс. Ну, ставить срок и что потом делать? Что я могу еще сказать? Я не могу за человека решать его судьбу. Ну, как вы представляете, что вы сейчас спросили? У человека всегда есть шансы справиться, а я должен его обречь. Так, значит, все нормально у вас, видите, все меняется. Он лекции слушает, мои, нет? Да? Не бросайте этого человека, он не справится. Он уже встал на правильный путь. Ко мне одна женщина пришла, говорит, у меня муж такой слабохарактерный. Вообще, как бы, я им очень недовольна, не знаю, как жить с ним. Пришла на консультацию. Я говорю, давайте разберемся. Он исправляется или нет? Она говорит, ну, потихоньку исправляется, но это очень медленно. Я говорю, он молитву молится? Она говорит, да. Вредные привычки бросает? Уже все бросил. Вот. Работа устроился? Устроился. Зарплата маленькая. Ну, в общем, понимаете, женщина просто не понимает, что у мужчины другая, другой склад характера. Он не может так быстро меняться. У него психика очень сильно направлена в одну сторону. Если он пошел, эти перемены пошли, надо помочь ему дальше. Потому что что вы получите потом в другой этой ситуации? Так вы поймите, что вы, это, при чем тут 10 лет? Вы поймите, почему такая ситуация возникла. Вы просто были такой же в прошлой жизни. Вам Бог показывает вас, вашу картинку. И вы ее потихоньку исправляете сейчас. Уже пошло исправление. Зачем теперь что-то останавливать? Надо это все доделать и стать счастливой. Вы думаете, счастье означает просто что-то бросить, и что-то придет сразу лучше, что ли? Лучше ничего не придет. Придет одиночество только, и все. Это человек, у вас с этим человеком очень близкая связь внутренняя. Он вас сильно любит. А потом дальше будет наоборот. Вы будете сильно любить, а человек будет вот так вот вам. Зачем вам это надо? Вы же в хорошей ситуации находитесь. Человек вас любит. Надо его воспитывать, ставить условия, строго себя с ним вести. Понятно? Все, вопросы закончились. Я рад вас всех видеть. У нас, то есть, больше чем в зале не поместится, да? Организаторы есть здесь? Ну, место свободное не здесь. Может быть, кто-то придет на лекцию, еще не естественно. Ну, ладно. У нас сегодня важная тема. Называется «Самосовершенствование». И я эту тему построил очень плотно, поэтому, к сожалению, не смогу больше говорить о ответах и вопросах. Поэтому я хотел бы сделать такую обзорную лекцию, которая бы дала практическое знание, широкую такую обзорную лекцию, которая бы дала практическое знание по многим вопросам, чтобы было понятно, что дальше изучать в этом направлении. Я хотел бы эту лекцию начать с того, чтобы вас было бы поблагодарить за то, что вы, живя в Москве, нашли время, силы приехать на эту лекцию, быть со мной, побыть со мной три часа. Я обязательно буду вас развлекать красивыми песнями. Вам не будет скучно. Вот. И мы с вами приступаем к беседе. Для Казахстана? Ну, я не знаю, как бы я могу спеть кучку-дук-триколотца, защитить нас от солнца. Больше я ничего не знаю в этом направлении. Но я поизучаю и что-нибудь спою. У меня помощник Максим из Казахстана. Но он мне ничего не пел. Надо ему об этом сказать, что-то как-то из Казахстана я ничего не казахского мне не спел до сих пор. Ну, ладно. Давайте двигаться вперед. Итак, существуют пять уровней сознания. В соответствии с этими уровнями сознания актуальность самосовершенствования имеет разную природу. Первый уровень сознания, то есть сознание, что такое сознание? Мы — душа. Душа находится в области сердца. Она окружена двумя слоями материи. Первый слой материи — это тонкая материя или психика человека. Второй слой материи — это грубая материя, которая управляется психикой человека. Душа находится в двух этих слоях материи. Она окружена шаром, состоящим из тонкого психического тела. В этом шаре находятся все наши прошлые жизни, поступки, желания. Этот шар называется... Забыл, как на сосклите. Неважно, это глубинная память человека. Там находятся все поступки, желания. Вот. И душа воспринимает этот мир сквозь вот эти поступки и желания. Это все равно, что, допустим, кто-то через зеленое стекло смотрит, кто-то через серое, кто-то через красное. Это стекло может меняться в зависимости от времени. Время выводит наружу поступки и желания, и наша жизнь окрашивается в разные цвета. В целом, в детстве цвета более яркие. В старости, если человек не работает над собой, цвета жизни более тусклые становятся, указывают на то, что он не справляется со своей судьбой. И сознание — это энергия души. Сознание состоит из трех аспектов. Первый аспект сознания связан с верхним центром разума, который находится в области лба. Называется этот аспект сознания — знание. То есть душа хочет знать. Она не может жить без знания. Знание соединяет ее со счастьем. Второй аспект души — это счастье. Он переводится в санскрите «ананда». Сад означает «знание», и чит означает «вечность». То есть вечность находится в другом центре, находится в области паха. Там связь с вечностью. И так у души есть три центра разума. Они все дают связь нам с разными аспектами наших желаний, нашей жизни. И само по себе сознание, оно может быть связано с этими разными центрами разума. И оно может быть связано также в разной степени с грубым и тонким телом. Когда сознание очень сильно погружается в отношения с грубым телом, то человек начинает себя отождествлять с грубым телом. И больше не понимает себя никак. Он не понимает, что есть психические функции. Его философия такова — это грубый материализм. То есть надо лечиться химическими препаратами, потому что мы состоим из химии. Пища состоит из белков, жиров и углеводов, потому что мы все состоим из химии. Следующей жизни не будет, совести тоже нет, потому что пей, гуляй, веселись, живем одну жизнь. Бога нет. Мир создан из Большого Взрыва. Мы являемся комбинацией материи, которая в результате естественного отбора сформировалась. Вот это называется материализм. Самое грубое восприятие мира, которое только может быть, это грубое восприятие мира приводит также к философии Фрейда, что означает, что любовь означает секс или половое желание. Половое желание – это инстинкт, условный рефлекс, который возникает между мужчиной и женщиной. И поэтому семьи не нужны, нужен только этот инстинкт. Если между вами нет влечения, значит расходитесь, ищите туда, где есть влечение. Жизнь предназначена для того, чтобы балдеть. Поэтому пить вино хорошо, отсюда выхватывается, что надо пить понемногу. Много диссертаций уже на эту тему написано и так далее. Понимаете, что все это вытекает просто из понимания того, что я являюсь телом. То есть сознание проникает очень сильно, сознание души проникает очень сильно в грубую материю, соединяется с ней, и человек начинает воспринимать мир с позиции того, что ему надо, ну он связан с телом. То есть что это значит связь с телом? Это значит, надо качать тело, бодибилдинг. То есть надо делать тело красивым, надо как бы им двигать, показывать его всем. Отсюда означает секс также. И телки и тёлки. Интересная концепция жизни. Вот. Ну так примерно. Как бы так ни, как бы там ни было, так как связь с телом очень сильна, на этом уровне жизни человек должен развиваться. И для того, чтобы ему от тела оторваться, это, кстати, связь сознания с телом, на санскрите называется анна-майя. Но другими словами, анна означает пища. То есть человек воспринимает себя как продукт питательных веществ. То есть он реально понимает, что он состоит из того, что он съел. И поэтому на этом уровне анна-майя очень люди, очень сильно привязаны к пище. Отсюда зацикливание на каких-то диетах чрезмерных. Отсюда там сыроедение, там раздельное питание. Все эти виды диет, на которых люди помешаны, из которых они делают философию жизни, считают, что диета — это самое главное. Это означает вот эта развитость на этом уровне сознания. Хорошо это или плохо? Это нормально. Вот человек как может так живёт, у него такое развитие. У него сознание пропитано телом очень сильно. И это его жизнь. Ничего с этим сделать невозможно. И поэтому единственный способ нормального развития для него — это как раз диеты. И поэтому пост, отказ от пищи высвобождает душу от этой связи. То есть если человек такой, находясь на этом уровне сознания, он постоянно думает только о еде, больше ни о чём другом. Он в это время, если он начинает поститься, отказывать себе в еде, то он достигает победы. То есть у него сознание переключается на другой уровень, который называется прана-майя. Я вам приведу пример просто из своей жизни. Все люди проходят эти этапы развития. Я когда был юношей, у меня сознание очень сильно было зациклено на теле. Я также вспоминаю про свою сестру, про свою дочь. Все проходят этот этап, когда люди думают о своём теле, как о себе. И когда в теле есть какие-то несовершенства, они сильно плачут, страдают. Я помню, как я развивался, у меня восточной крови, и я быстрее вырос, чем все остальные дети в школе. Был почти там второй, на зарядке стоял по росту вторым. Потом вдруг неожиданно в восьмом классе меня начали все обгонять, и потом в десятом классе я уже стоял где-то в конце. И меня это вообще не устраивало. Я как бы хотел быть выше, крепче, сильнее. Как бы по мышцам я был первый, занял первое место по силу подготовки в школе, ну а по росту отставал. В результате у меня появилась цель в жизни – это рост. Я понял, узнал, что надо морковку есть, чтобы быть выше. Начал жрать эту морковку, как, не знаю кто, как зайчики, наверное, столько не ели. Вот, в результате я пожелтел, потому что в моркови много каротина. В это время была эпидемия желтухи в школе. Меня забрали в больницу. Там врач увидел меня, стоя на голове, когда входил обход, потому что я йогой еще в это время занимался. Он понял, что я не болен желтухой. Просто я побелел через дня три, потому что морковки мне там не давали. Меня выпустили из больницы. Ну и потом я начал поститься. Я помню, что это постился до такой степени, что я начал есть. Потом я не мог, я постоянно думал о пище. Я начал есть, потом два пальца в рот вырывать, потом опять есть, и понял, что пища меня победила. С этого момента я перешел на следующую стадию развития. То есть я просто как бы понял, что надо делать что-то другое. И так, как бы человек ни жил, как бы он ни занимался, он все равно не сможет перепрыгнуть через свою голову. Если в его жизни сознание Анна Майя очень сильно, то этот человек, чем бы он ни занимался, может быть, у него уже есть вера какая-то, он все равно будет очень много времени и сил уделять питанию. Он об этом будет постоянно думать. Это означает, что он на таком уровне развития находится. Это нормально. Если он будет паститься, то его сознание перескочит с грубого тела частично на тонкое тело. И этот перескок, когда сознание соединяется не только с грубым телом, а также с тонким телом, вот это соединение грубого и тонкого тела, оно соединяет с помощью энергии, энергии счастья. И этот уровень сознания, когда человек соединен, когда сознание пропитывается энергией счастья, называется прана майя на этом уровне сознания человек начинает очень сильно верить в то что ему поможет движение или зарядка и поэтому есть целая категория людей которые увлечены шейпингом аэробикой они считают что это единственный способ решать все проблемы надо просто подвигаться и все будет хорошо правы эти люди или нет правы а правы те люди которые думают о диете тоже правы просто вопрос во что мы верим если мы верим диету это одна жизнь если мы верим в движение другая жизнь но понимать человек не может перепрыгнуть через себя и поэтому если человек верит движение но не двигается он не развивается как может развиться человек на уровне на стадии прана майя он должен совершать аскезы в движении и так я и делал то есть я закалялся в детстве на этом уровне уже когда голодание до свидания пошло вход движение я начал йогой уже это до этого занимался начал бегать начал закаливаться это тоже уровень прана майя и начал совершать аскезы разные там пытаться качать тело там все прочим то есть движением больше заниматься ведь они как-то очень событий как бы два вида сознания не очень смежны те кто думают о питании также качают тело те кто двигаются стараются быть красивыми и так далее но тут все как бы переплетено одно с другим и и на этом на первом уровне сознания человек если он развивается получает как минимум здоровье потому что пост очищает тонкие каналы и приводит человека к долголетию на втором уровне развития человек получает также силу воли потому что когда человек двигается вот то что не отнять у спортсменов они все волевые люди способны себя заставить способные принять решение куда-то пойти в какую-то сторону потому что на уровне прана майя человек развивается становится имеет силу воли способны влиять на себя а если человек пошел дальше по жизни но вот на уровне прана майя не развился то есть у него недостаточно возможности двигаться он ленивый по природе то он также и характер на следующем уровне мана майя когда надо менять характер он его менять не сможет потому что он не получает возможности от своей психики его сознание на уровне праны она не работает как надо она не имеет там правильной силы она не связана с разумом другими словами человек который не может двигаться нормально он не сможет собой над собой работать и развивать себя дальше то есть поэтому и так устроено что ребенок в детском возрасте сначала он зависит только от пищи и он все на зуб пробует так маленький ребенок он воспринимает все ртом потом дальше он три года начинает двигаться надо много двигаться чтобы развиваться а дальше в пять шесть семь лет он начинает воспринимать этот мир через ум это следующая стадия развития когда сознание очень сильно связывается с мана майя ум то есть развивается ум означает характер развивается человека он тонко воспринимать мир начинает унылая пора а чей а чарование допустим пушкин очень сильно разбирался в этом он видел этот мир очень тонко то есть его сознание было осознанным на уровне мана майя очень сильно и поэтому он описывал этот мир красивыми очень словами художники которые писали чудесные картины любви к этому миру природе это также уровень развития мана майя на этом уровне человек должен работать над своим характером и тогда он развивается дальше но для того чтобы работать над характером нужно иметь силу воли она получается от движения а способности заставить себя совершать аскезы а для того чтобы двигаться для этого нужно научиться ограничивать себя в чем-то а это означает пост другими словами если человек не прошел в посте самосовершенствование он не отработал правильное питание он не не установил отношения с пищей правильное ему потом очень трудно будет установить правильное отношение с движением а потом со своим характером также будет труд трудно установить правильное отношение потому что нет силы воли и когда человек уже немножко продвинулся в характере он Он начинает понимать, что такое разум, у него сознание углубляется в отношения с разумом, там развитие сознания начинается. И тогда человек начинает изучать священные писания или законы этого мира. Он начинает понимать, что есть что, что такое хорошо, что такое плохо. Это уже следующий уровень развития сознания. В это время образование является главным двигателем его жизни. И когда человек уже получил образование, выбрал свою веру, тогда он выходит на следующий этап развития, который называется «Ананда Майя». «Ананда» означает счастье, а уровень разума называется «Вигьяна Майя», то есть «Вигьяна» означает разум. Когда человек доходит до «Ананда Майя», то молитва является развивающей силой для него. А вот сейчас мы с вами, вы меня немножко послушали, сейчас вы послушаете песню и скажете мне, на каком этапе человек не развился на «Ананда Майя» пища, движение, прана Майя, характер. Да, движение, у него нет воли, то есть ему работать не хочется, он хочет с кино идти, да? То есть он не может себя вести с людьми нормально, он как бы у него, он на уровне развития себя в движении, он не стал волевым человеком, то есть он, понимаете, он хочет балдеть везде, наслаждаться жизнью, он не хочет отдавать себя, он не хочет трудиться, то есть видите, на уровне прана Майя он не развился нормально, и в результате стал ленивым, понимаете? То есть он как бы вроде бы похож на человека, а человеком он не стал, то есть он не может позаботиться ни о ком, у него нет силы жить, другими словами. Видите, я хотел сделать этот семинар актуальным, если вы что-то заметили в себе, тогда делайте. Теперь второй вариант, допустим, человек чувствует, что он, допустим, имеет лишний вес, у него трудности с ограничением себя в пище и так далее. Понятно, да? На каком уровне? На первом осечка произошла, ему надо начинать сначала, то есть какой вид самосовершенствования выбрать? Ему надо поститься, ограничивать, научиться ограничивать себя в пище, чтобы сознание правильно относилось к телу, и тогда ему станет легче жить, понимаете? Потому что есть люди, у которых, естественно, извините, я сейчас кушать не буду, я уже сыт. Понимаете, сознание что сделало? Оно оценило ситуацию с телом и сказало в ответ, я кушать не буду, я уже сыт. Но если человек не развит в этом отношении, он кушает до последнего вздоха. Понимаете, это значит, что у него на уровне аномай проблемы. Если уж говорить о разделении полов, то следует знать, что женщине очень важно наладить отношения с телом и с пищей. Поэтому женщины природно, многие женщины природно кушают мало, потому что они чувствуют эту важность. А мужчине очень важно наладить отношения с движением. Потому что когда мужчина себя контролирует в движении, он также начинает контролировать себя и в пище. Мужчине труднее контролировать себя в пище, а женщине в движении. Когда женщина постится, контролирует себя в пище, ей легче освоить самоконтроль в движении. Ну, то есть достаточно много двигаться, потому что у мужчины лень идет в анамаю, то есть в тело, а у женщины лень идет движение. Женщина, как бы, ей трудно зарядки всякие делать, тело расслаблено, а у мужчины очень много, как бы, ну, желаний связано с едой, им очень трудно контролировать, поэтому мужчинам лучше есть редко и много, потому что трудно проконтролировать себя. А женщинам лучше есть часто и мало.